Сегодня мы говорим о Минске. В гостях у нас Сергей Обломейко. Историк, писатель, журналист, минчанин, исследователь Минска. Автор книги «Неизвестный Минск. О истории уничтожения старого города в Минске в 1920-х и 50-х годах». Книга получила премию ежегидроица. Сергей, добрый день. Добрый день. Вы знаете, я хочу поделиться с вами своим первым ощущением от Минска. Потому что, я честно скажу, я мало знаю город. И вообще я совершенно позорно мало смотрел ближние страны к Москве. Я всегда считал, что вот они рядом. Я всегда успею поехать в Киев. Я всегда успею поехать в Минск. Я всегда смогу посмотреть сельскую Беларусь. И меня самых студенческих лет влекли уже дальние страны. Я проехал всю Европу, Америку. Ну вот в Африке только не было. Большую часть Азии. И в Минск я попал впервые, чтобы не соврать, в 1918 или 1919 году. То есть вот так вот практически прожил большую часть жизни, ну, большую часть жизни, повидав Минска. И вы знаете, попав в Минск, я подумал, что я в какой-то антиутопии. То есть это какой-то рвелианский тоталитарный город. Я жил в центре, около проспекта независимости. И вот эти вот гигантские пустые пространства сталинской архитектуры, где-то на углах еще стоят автозаки, ночью зачищенные. И я понимал, что это безумно интересный исторический город. Я много читал. Я уже как бы, так сказать, приобщался к какой-то белорусской, в том числе и современной белорусской культуре и литературе. Но то, что я увидел, у меня потрясло воображение. Потом уже погуляв по городу, я понял, что есть разные части, что есть Троицкое предместе, что есть прекрасная Немига, что город... Ну, вот это вот первое ощущение, вот этого вот гигантского тоталитарного пространства, я даже лучше понял, откуда происходит Лукашенко. Дух Лукашенко зарождается на вот этих вот зачищенных улицах Минска. И вот я хотел с этого начать. Вот в какой момент Минск приобрел такой вот центр Минска, вот этой вот такой сталинской антиутопии? Это и легко, и просто ответить, и вместе с тем сложно. Конечно, после войны Минск был очень сильно разрушен. Он сильно был уничтожен. Сильно был разрушен войну. Были страшные бомбардировки первых дней войны. Они продолжались три дня непрерывно. С 24 по 28 июня Минск был сильно разрушен. Но он сгорел. В основном это были пожары. Сгорели все деревянные районы, а центральные районы, вот, они сгорели, дома остались. Там еще в 30-е годы была политика надстраивания домов, и была нарушена статика. И при пожарах обрушились надстроенные над двумя этажами, 3-4. Мансарды вот эти все, да. Они обрушились, и немцы начали расчищать. Потом Минск бомбили. Советские бомбардировки были. Первая бомбардировка была на 23 февраля, на День Советской Армии. Потом на праздники. Постоянно Минск бомбили на советские праздники. Советская авиация. Было тоже много разрушений. Ну, и потом, после войны, было решено снести практически все. А бомбили что, это ковровые бомбардировки были, или какие-то пытались унести удары по комендатурам немецким? Пытались, точечные. Пытались, но не всегда удавалось, потому что у немцев была хорошая зенитная артиллерия. Поэтому бомбардировки были, как правило, с большой высоты, и они были неточны. Конечно, горели железнодорожные пути. Но бывали и случаи точечного такого, например, свадьба полиции. И прилетал какой-то самолет и пытался попасть именно в то здание. Даже такое было. Но, с другой стороны, в минском фольклоре присутствуют такие легенды, как Грязодубова постоянно пыталась разбомбить дом правительства, который до сих пор стоит. То есть она попадала в соседний дом. Это вот этот конструктивистский, который 30-х годов. Да, да. Его так и не разбомбили. А, в принципе, конечно, Минску нанесли колоссальный вред. Это советские генеральные планы, которые родились в 20-е годы, когда была какая-то конкуренция между национальными силами и большевиками. Идеологическая конкуренция. То есть это было не только такое общесоветское, но это еще и было и колониальное уничтожение Минска, как его под некий такой стандарт, чтобы не было какого-то национального лица у города, исторического. Исторического. Поговорить про эти этапы Минска. Да, да, да. Вот это как он был в составе Великого княжества Литовского, какой он занимал. Вообще, да, вот я читая историю Минска, смотрю, что все-таки это в целом была очень такая полноценная европейская история. Он же получил магдебургское право очень рано. Да, в 15 веке. И, кстати, что интересно, одним из первых указов, да, после того, как Россия взяла эту часть Польши, с Минском была отмена магдебургского права. В 1793 году Россия как бы взяла эту территорию, в 1795 торжественно отменили. У мещан вообще была тяжелая история. Мещане были двигателями национальных движений в Европе в 19 веке и в конце 18 века. А в составе Речи Посполитой, куда попала Минск в 16 веке, Сейм лишал их прав многих. И они были уже ущемлены в своих правах. А когда попали в состав России, то они были почти всего лишены всех прав. И даже были введены унизительные физические наказания телесные для мещан. Им было запрещено перемещаться. И это было ужасно. То есть с вступлением в состав России мещанство как бы умерло. Ну вот, Минск был частью Полоцкой земли. Полоцк, большую часть Полоцкое княжество своего существования не входило в Киевскую Русь. Меньшую часть входила. Они воевали. Потом с 13 века начинается период Великого княжества Литовского, которое создавали славенизированные балты уже. Поэтому там была культура и язык старо-белорусский, который также называют старо-украинским. Потом в 18 веке Россия пришла, период российский. И вот к 20 веку Минск приходит от 100 до 200 тысяч человек. Ко Второй мировой войне 200 тысяч, около 100 тысяч человек. Это небольшой город, но центр железнодорожный. Сразу, чтобы уточнить, в максимуме сколько в Минске было? Два миллиона почти? Сейчас. Да. Два миллиона. Сейчас больше двух миллионов. То есть он сейчас продолжает расти? Да, да, да. В Минске практически живет каждый пятый или даже каждый четвертый житель Беларуси. Там сейчас 9 миллионов населения. И вот эти разрушения дали белорусским интеллектуалам основание в конце 20 века, в начале 21 рассуждать о Минске как о городе, который постоянно в каждом веке почти уничтожался и восстанавливался сначала. Это если мы говорим об архитектуре. Мне, кстати, это Москву напомнило. Вот я сейчас читал тоже немножко историю Минска. Вот это для меня... Когда-нибудь в этом программе мы подступимся к Москве, сделаем, так сказать, программу про мой город, моего происхождения. Но вот в Москве, например, для меня очень важна эстетика полимпсеста. То, что постоянно стирается пожар Москвы 1712 года, нашествие Наполеона советский, там Гентлан Корбюзье вообще хотел Москву под ноль снести старую. И постоянно в Берлине то же самое, да, это городам полимпсесты. Они стираются каждое столетие и строятся заново. Вот Минск, мне кажется, и с той же. Так считали многие интеллектуалы. Были такие публикации. Я так не считаю. Я с этим не совсем согласен, потому что пожары не стирали идентичности, не меняли архитектурный облик этого города. Пожары были очень крупные. Они скорее меняли какие-то направления развития города. Скажем, первый генплан Минск получил в XVI веке, в середине XVI века, после крупного пожара. Тогда было решено перенести город, центр на соседнюю гору. Скажем, рядом с замковой горой была другая гора. Там началось строительство. И в XIX веке крупные пожары содействовали застройке города каменной. Пожар способствовал ей много украшению. Да, да, да. Но не менялась ни сущность, не менялась планировка, потому что старая часть города, Нижний рынок и замок, теперь этого места нет вообще. Там поле как бы ровное, всё, замковая гора. Её срыли всю замковую, вот эту книжку, которую вы принесли в студии, вот эта вот невядомая Минск, гастория... Взникнение, исчезновение. Взникнение, да, да, понятно, зничина. То есть они вообще срыли целую гору. Срыли гору и замок. Как поклонную гору в Москве тоже. Да, да, да. Минск на семи горах был построен. Вот там Троицкая гора, Замковая гора и другие. Троицкая осталась. Троицкая осталась. И на ней оперный театр стоит теперь. Но само предместие, сам рынок там снесён, фарный костёл и церкви там снесены, а осталась Троицкая гора. Так вот, в нижней части планировка готическая была, она дожила до XX века. В верхней части, верхний город, там ренессансная планировка, да. Поэтому, как бы мне не нравится идея полимцета, потому что мы тогда совсем отказываемся от того, что было. Мне бы хотелось, ведь есть примеры регенерации городов. Поляки тотально регенерируют города. Гданск до сегодняшнего дня застраивается, а отстраивается. Дрезден на наших глазах. Ну, Дрезден по камушку Фраункирхи восстановили. Нет, ну и центр Варшавы, собственно, весь отстроили по камням. Сем улиц в центре появилось на этом новом рынке. Ну, это как в проекте. Но так получалось фактически, что то, что не добомбили немцы и советские войска, разрушило сталинский план. И вместо этого были вот вкрячены вот эти вот огромные сталинские колоссы. Я вот смотрел тоже фотографии, вот это вот ворота Минска, привокзальная площадь. И два таких праздничных пирога стоят, встречают. Главпочтам, телеграф. И главное, мне кажется, один из ваших лендмарков, то, что вот это здание КГБ с башенкой. Они вроде туда встроили какое-то старое, да, существовавшее здание и построили вот такое. Нет, нет. Это полностью новое. От нуля, да? Да, они снесли то, что там было. На этом месте был ГУМ в стиле модерна или даже Ампира, я сейчас не помню, вид того дома. И построили полностью. Ну так там есть даже почти Парфенон, этот дворец культуры, профсоюзов. То есть это, в общем, выставка сталинского Ампира, по большому счету, весь центр города. Да, 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 несколько километров. Сам проспект около 10 километров. Это, в общем-то, широкая трасса на Москву. Эта улица появилась в 19 веке, губернаторская называлась. Потом ее расширили. А это же вообще идеологическое развитие города. Ведь могли как бы развивать в другом направлении, в западном, на север могли, да, туда, к Троицкой, к замковой горе. Они вытянули город в сторону Москвы. Да, да, да. В конце 19 века в городе был городской голова, местный аристократ, граф Гутенчапский. Это из славянизированных лифлянских немцев. Они уже были поляки. И потом к 20 веку уже и белорусы. Он пригласил немецкого инженера Дросса. И он составил первый такой план новых времен в конце 19 века. И он должен был развиваться вдоль железной дороги на юго-запад, город. Но в 20 веке, вот когда была эта борьба, там, когда возникло, после революции началось более активное национальное движение. Возникла Белорусская Народная Республика, которая существовала пару лет недолго. И вот в условиях этого подъема национального родился интерес к Минску, к его культуре и наследию архитектурному. И уже тогда были идеи, они в прессе обсуждались, замковую гору отреставрировать, замок отреставрировать, здание трибунала Великого княжества Литовского. И там должны быть правительственные органы на замковой горе. И это перешло в 20-е годы. А большевикам это не нравилось. Из Москвы приехал Владимир Семенов, профессор. Его пригласили. Сначала пригласили националы. Сергея Шостакова. Не знаю, знаете ли вы. Вам не попадалось. Это блестящий архитектор. Архитектор, да. А профессор Сергей Шостаков, автор плана Большой Москвы. Это его идеи включены вот в это развитие Москвы сейчас, когда включили дальше. Он предполагал, что Москва должна стать большой. И не очень большие здания там должны быть. Его пригласили. Он поработал несколько месяцев над планом Минска. И, видимо, не устроил большевистские власти, потому что он неожиданно... Я даже не нашел документов, почему он исчез из Минска. А его через два года репрессировали. В 28-м году уже попал на Соловки и погиб. А вместо него приехал Семенов, который составил план первого Минска на 25 лет. Такой предварительно. Потом он был главным архитектором Москвы. Он реализовывал сталинский план. Он же автор генплана Москвы. И под его надзором происходил вот этот план, создание плана генерального Минска. Ну, то есть, да, Минск для него оказался еще более таким... Испытательным полигоном. Да, да, полигоном. А еще хотел по-старому, по-историческому Минску спросить. Ведь Минс же в черте оседлости был с середины XIX века. Насколько важен еврейский слой? Насколько он существовал в минской синагоге? Я хотел про это сказать, вот, когда мы как-то отвлеклись, я хотел сказать про эти идентичности в рамках тех этапов исторических. Сначала Минск был славянским городом. Он, в принципе, всегда оставался славянским городом. Но, действительно, связи были с Европой очень значительные. У Полоцкого княжества, например, в XII веке дочь минского князя Владора Глебовича, София, стала королевой Дании. И родила там кучу сыновей, которые стали шведскими, норвежскими королями. И, что интересно, в древнерусский период, в Древней Руси строили из плинфы, из такого тонкого кирпича строили. А в Минске археологи на замчище раскопали храм конца XI, начала XII века. Спорят, разрушен он или недостроен. У него нет верхней части. Но он построен в романском стиле из бутового камня, так, как в Польше это делали. То есть, это всегда, видите, была такая часть романская. В XV веке в Минске появляются татары и евреи. И с тех пор они были важной частью Минска. Потом появились немцы, и все они имели свои храмы. Не знаю, знаете ли вы, удивительная особенность вот этой белорусской и литовской истории, что евреи очень быстро стали играть важную роль в экономике в XV веке. И это не понравилось шляхте. И добились их изгнания. В 1495 году евреи были изгнаны из Великого княжества Литовского. Какая синхронизация. В 1492 году из Испании. В 1495 году. Через три года из... Изгнаны. Назад в Польшу. Потому что они к нам приходили из Польши. Но их имущество поделило шляхта. Но ровно через 10 лет их позвали назад, попросили. Экономика стала уже критиковать. И с тех пор они пришли в начале XVI века. И часть имущества им вернули. И с тех пор они были полноправными гражданами Великого княжества Литовского. Жили в местечках в основном или в городах. И уже в начале XVI века, тогда, после возвращения, например, еврей был подскарбием. Министром финансов. Но он был крещен. А его брат некрещен был главой таможни всей страны. И Брестской таможни. В частности. В Беларуси не было гетто. Они всегда, евреи, жили в городах перемешку. У нас нельзя назвать, что вот этот район еврейский. Да, в центре города евреев было больше, потому что этот район остался. Но в перемешку жили. Там жили аристократы в соседнем доме. Понимаете? Такая вот к XIX веку. К XX веку у татар был свой конец. У немцев было немецкое кладбище в одном месте, кирхи в другом месте. Но постоянного района не было. Но тоже один дом в центре был большой, трехэтажный, где жили постоянно немцы. Евреев было к XX веку около 50% в городе. Да вы что? Да, моя бабушка говорила на идиш. Она была белорусской. Все подруги ее были еврейки. И я там писал, что я ходил на Немигу район, где жили бабушкины подруги. И вот я дружил там, скажем, с внучкой бабушкины подруги. Бабушка мединституция училась до войны там. И ходила к этим подругам своим. Они говорили одновременно на русском, белорусском и на идиш. На такой каше. Вот это очень интересно. А белорусский оставался как разговорный язык? На окраинах, визе тросянки так называемые, или как в Украине говорят, суржика. Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах. Добрый день, говорит Радио Свобода. Продолжаем наш подкаст «Код города». Программа, в которой гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев и в гостях у нас Сергей Обламейко. Белорусский историк, писатель, журналист, доктор исторических наук. И автор книг о Минске, исследователь Минской истории, Минской идентичности. И мы продолжаем наш разговор. Вот мы прервались на том, что еще в середине XX века на окраинах Минска говорили над своеобразным суржикой, да? Такой белорусско-российской белорусско-русской мове. А я хочу шире спросить. Вообще, если сейчас искать белорусскую идентичность, она в Минске или где-то вот надо в какие-то деревни ехать, в какие-то области ближе к западной границе? Минск белорусский город в этом отношении или Беларусь где-то еще? Если мы говорим про идентичность, то вся Беларусь довольно гомогенна. И мы как бы не должны оставаться в рамках примордиализма XIX века, когда большое значение придавалось языку. Язык, несомненно, важен. Но эти люди сегодня говорят в городах на русском языке уже. Но они, конечно, считают себя белорусами. И какие-то инстинкты, какие-то традиции, поведение, психотип какой-то, он присутствует, отличает. Если мы говорим про идентичность, не обсуждая, какова она, то она есть, есть белорусская идентичность. То есть люди не считают себя и русскими, как говорит Лукашенко. Он говорит, белорусы это русские со знаком качества. Да, пропаганда такое говорит, что это три единый народ. А он себя не советским больше чувствует? Мне всегда казалось, что вот он считает, что он как бы говорил, моя родина СССР. Он приезжает в Москву как в столицу СССР. Я дома, говорит он. Он прям вот под русскую идентичность. Говорит, на самом деле, на протяжении 35 лет своей карьеры, сначала депутатской, потом президентской, он говорит всегда то, что в данный момент хочет слышать его аудитория. В России он говорит, что русский, а в Беларуси он может приехать в полосток и сказать, ёлки-палки, почему тут мало книг в библиотеке на белорусском языке? Нужно больше книг на белорусском языке. Он такой за свою карьеру. Потом его показывают, перепись идёт, его показывают, и он отвечает, кто он по национальности, на каком языке он говорит дома. Он заявляет, что он говорит с Колей на белорусском языке. И на русском тоже. Вот так он может сказать. Но записывает он себя белорусам. Конечно. Так что он, как правило, это у него политик. Ну, городская идентичность Минска, она ж не совсем белорусская. Ну, конечно, это крупный советский мегаполис и постсоветский, всё-таки столько смешано. Мы вот в первой части про евреев говорили, я не договорил. Минск в очень значительной степени сохранил традиции еврейские. Было 100 синагог. Сто? 100 синагог. Просто мы не представляем себе, что это такое. Это не здание. Синагога называлась... Это школа. Комната, да. Школа. Это может быть комната. И вот был такой комплекс, один в Минске на углу двух улиц, там, скажем, школьной и Немиги, где было 25 синагог в одном комплексе. Это значит школа. Они на замчищи были, но, в общем-то, было больше 100 школ или больше 100 синагог. И это важно. И поэтому в БССР было 4 языка официальных. Идиш был официальным языком. В БССР в 20-е годы, 30-е, был белорусский, русский, идиш и польский государственными языками. У нас была литература очень богатая. И вы знаете, что я вам скажу. Возможно, вы удивитесь, что для современных белорусов, для современных интеллектуалов и националистов, если можно так сказать, в хорошем смысле, еврейский фактор очень важен. Минск как новая столица Беларуси. Ведь белорусы считают исторической столицей Вильнюс. Вильнюс, как говорят в Беларуси. Там был центр города, старый город. Он назывался русским городом. Там жили белорусы. Там Скорина книги печатал свои. Говорили на белорусском. Это был государственный язык. Минск новая столица. Но евреи очень важная часть нашей идентичности и исторической, и культурной составляют. И вот сейчас мы решили восстановить наследие идиш-культуры. Потому что оказалось, она никому нигде в мире не нужна, кроме нас. И оказалось, что... Слышали ли вы о Мойше... Да, идиш в этом смысле, она такая вообще больше в этнографии уже идет к черте и седлости. А слышали ли вы о Мойше Кульбаке? Нет. Нет. Это гениальный, абсолютно гениальный поэт и писатель. На идиш он писал. Он в 1927 году вернулся в Беларусь. Он написал шикарные вещи. В 1937-м его расстреляли. И это наследие полностью потеряно. А он писал поэмы. Он был диким патриотом Беларуси. На идиш. Он был националистом белорусским. И дешоязычным. Опивал Беларусь. Писал, моя Беларусь, моя Беларусь. Я не могу без тебя жить. Представляете? И сегодня у нас Сергей Шупов, такой переводчик есть, который издал полное собрание сочинений Кульбакона в переводе на белорусский язык. Таким образом, мы получили как бы еще одну ногу. Белорусская культура не хватала там четвертой ноги. И вот получилось. Мы возвращаем свое еврейское наследие. Потому что оно, вот это, а оно же 600 лет у нас звучало, этот идиш. Понимаете? То есть получается, что белорусская идентичность, в том числе мы видим это и по Минску, она очень космополитична. Она и польская, и патнически белорусская, и католическая, и православная одновременно. Минск больше католический город, чем православный. К 20 веку он пришел. А есть четко раздел в Беларуси католичества и православия? Ну да, на Западе больше. — Граница где? По Минску примерно проходит? По каким областям? — В Гродницкой области резко и больше католиков. — Линия Хантингтона. — Да, но Минск был больше католический в 20 веке, и вокруг Минска костелов много в сельской местности. Минск тоже более католический, но это только к 20 веку так, потому что там... — А католичество больше связано с белорусской идентичностью? — Сегодня да. Сегодня это официальный язык католической церкви. И эти полтора миллиона католиков молятся, как правило, по-белорусски, а в Гродницкой области и по-польски. — Ну вот к вопросу о белорусской идентичности, у меня мои белорусские друзья... Не знаю, кстати, вот скажите, эта книга приведена на русский или нет, было бы очень интересно мне. Но я читал её обзоры и, так сказать, выдержки какие-то из неё. Вот у вас есть белорусский философ Валентин Акудович, и у него есть книга под названием «Мя не няма» — «Меня нет». И вот через эту книгу я как-то лучше, мне кажется, стал понимать вот эту белорусскую идентичность. Там он, в частности, говорит, что есть вся Беларусь и есть своя Беларусь. Вот эта вся Беларусь — это которая в себя включает разные уровни, разные слои идентичности. И есть своя Беларусь, вот эти вот... Он её сравнивает с архипелагом. Что вот есть какие-то островки белорусскости где-то в Минске, где-то в деревне, где-то ещё. Вот это вот приближает нас как-то к пониманию, что Беларусь — это то, что человек говорит «Меня не ма». Нет вот этой идентичности, непонятно, где она растворена. Он эту книгу писал больше 20 лет назад. Теперь уже снова изменилось. В общем, его позиция такая, что Беларусь разная, и Беларусь никогда не может быть только белорусской. Это позиция Акудовича. В смысле белорусскоязычной. Беларусь разная, и он говорил, что в Минске существует, ну, конечно, в Минске больше всего интеллектуалов. В Минске академия, в Минске музеи, высшие учебные заведения, и там больше всего интеллектуалов. Да, тут и где-то в местечках на Западе, в основном Беларуси, где больше всего остаётся белорусскоязычных людей. Опять же, он рассматривал с примордиалистских позиций это всё. Потому что так было в России. Ведь в капкане примордиализма находится сегодня и Кремль, и руководство ФСБ. Они про язык говорят, что не совсем актуальна сегодня в мире теория национальная на это меньше. Не да, не про территорию, про границу. Ну, кровь и почва, собственно говоря, это представления, которые привели к немецкому нацизму. Это XIX век. Это XIX век, да, который через геополитику привёл нас к фашизму. Так что в этом отношении вы и Акудович тоже, да, это скорее такое постсовременное понятие нации, да, нация как некая распределённая, нация как в том числе за пределами. А вот, кстати, интересный вопрос. Я и о России в этом смысле часто думаю, да, учитывая, какое количество культурного класса уехало сейчас, особенно в последние два года. В Беларуси много уехало людей? И насколько сейчас белорусская культура и идентичность воспроизводятся за пределами? Много уехало, к сожалению. Есть статистика? Да, да, да. Вот когда немцы убили евреев, потом они эмигрировали, Минск потерял часть своей идентичности, да. Но он оставался в большей степени белорусским городом с конца 80-х годов. Теперь уехали интеллектуалы, огромное количество. Мы не знаем точно, сколько уехало. В целом, эмиграцию можно оценить после 20-го года, в частности? Больше 300 тысяч уехало. Это в основном уезжали, конечно, из Минска и из Центральных. Но если брать то, что переехали главные медиа, главные СМИ уехали, в том числе белорусскоязычные, естественно. Уехало руководство не в полном составе, но Союза писателей, Пенцентр весь. То есть все это действует за границей теперь. И Союз писателей, и Пенцентр за границей. Эти редакции действуют теперь только в интернете. Не издают, наша Нила какая-нибудь не издает уже бумажную газету. Но тем не менее, я сам на Радио Свобода веду исторический YouTube-канал. У нас три YouTube-канала. Один из них «История на свободе» называется. Я беседую с историками. 50-60 приблизительно человек выехало. Кандидатов, докторов наук, профессоров. Это довольно много для такой страны, как... На каком языке? Канал. Да. Я с белорусами на белорусском разговариваю, а с русскоязычным... А, ну да, в зависимости от собеседника. Конечно, конечно. Твоязычный. У нас там и другие языки присутствуют. Тогда мы накладываем перевод. Понятно. А по-русски и по-белорусски мы не накладываем перевод. Так что это очень много. Это разгром исторической науки, например. Но, тем не менее, там тоже что-то работает, и все остается. Больше 9 миллионов человек там живут. А сколько по-белорусски говорят или хотя бы понимают? Это тоже интересная ситуация с этим, потому что белорусы билингвы, как правило. Только во времена Лукашенко, вот последние годы, появляются дети, которые уже плохо понимают белорусский язык. А так всегда это было телевидение, радио, и всегда все понимали белорусский язык. В городах больше пользовались, ясно, что русским языком, но белорусский при нужде могли говорить. И какой-то наметился в последние полтора десятилетия сдвиг, вот перепись была, больше людей назвали родным белорусский язык, и больше людей заявили, что дома разговаривают по-белорусски. Там, скажем, родным около 65% назвали. Это уже сознательно, потому что раньше называли, я белорус в советское время, значит, родной язык белорусский. А теперь там ввели критерии ООН, когда спрашивают, на каком ты языке научился говорить на первом, на каком языке с тобой мать говорила. И вот 63 или 65% при последней переписи заявили, что родной язык белорусский. Но так это всё же где-то в западных частях Беларуси, нет? Это повсюду вот то, что распределено, это и в городе, и в деревне, может быть. Я бы назвал Витебский Гомель самыми такими русифицированными городами, где много и приезжих, и идентичность такая, возможно, у городских людей размытая. Там можно встретить тех, кто себя считает и русскими, в смысле, будучи местными, так сказать. Но в целом Беларусь гомогенная, а они себя считают белорусами, даже если говорят на русском языке. После Лукашенко есть ли у Беларуси культурный ресурс, этнический, языковой ресурс, чтобы стать полноценным национальным государством? И что для этого нужно? Нужно ли для этого Беларуси отстраиваться от России? Вот, скажем, тот процесс, который сейчас кроваво страшно происходит в Украине. Происходит формирование нации и государства за счёт вот в том числе этой войны. В Беларуси нужен ли подобный процесс или у вас как-то иначе это может произойти? Я думаю, такая возможность потенциально, конечно, несомненно, существует. Всё будет зависеть от того, как будет развиваться реальная политическая и геополитическая ситуация. Мы не знаем этого. Конечно, язык это ворота в другую культуру и в другую идентичность. Несомненно, если продолжать политику свободного существования медиарынка, все российские каналы будут всё это массово присутствовать, то это будет тяжелее. Но энтузиазм, который в 2020 году, ведь события 2020 года некоторые называют социальным протестом, но он имел и национальный аспект. Именно если мы смотрим на национальную концепцию развития нации с сегодняшних позиций, когда люди требуют прав гражданственности, когда они заявляют, что это наша страна, и мы хотим тут управлять, это было в основе... Ну, собственно, да, это и БЧБ, флаг, он поэтому и становится таким-таким символом. Это не просто, это не про выборы, это про идентичность. Конечно. И осенью, когда протесты подавлялись, но ещё шли, была такая форма во дворах встречи соседей. Массово на улицах собирались соседи, чаепитие это называлось, и они читали вслух книги, и перед ними выступали историки и писатели, они приглашали там массово в Минск, в двухмиллионном городе. Конечно. И тогда независимое издательство зафиксировали полное опустошение складов исторической литературы осенью 2020 года. Так что это был национальный. То есть запрос вот этот существует, он латентен. Я сейчас думаю, а будущее Беларуси, оно в Минске или в Москве? Ну нет, я думаю, в Минске. Ну нужно, чтобы в Москве изменился режим, нужно, чтобы ушёл Путин, мне кажется, что самоопределение Беларуси невозможно пока Путин в Кремле. Естественно. Но главное, что нужно понять, финны начали свой процесс имплементации финского языка вместо шведского в 70-е годы или в 60-е годы XIX века, а процесс этот закончился через 100 лет. В 70-е или в 60-е годы, я сейчас не помню, по-моему, в 1967 году последний университет перешёл на финский язык. Понимаете? Да, 100 лет. Ну там, скажем, это просто уточните, как связано с Финляндией. Там есть, скажем, оба академии, есть университет турку, преподающий на шведском, но всё равно шведский, он имеет права равноправные, да, 5% населения. Но процесс дешведизации элиты, да, он продолжался. Да, 100 лет, да и в Чехии, где мы находимся сейчас, немецкий язык в 60-е годы окончательно произошла, 20-го века. Так что не надо ломать, нельзя наломать с дров. Но, в принципе, белорусы готовы сегодня. Создано достаточно идеологической и интеллектуальной базы для того, чтобы пойти в белорусскую сторону, в сторону национального развития последовательно и без вот авралов. И ведь то, что было в 90-е годы, оно тоже не было без авралов. Там был принят закон в 90-е годы ещё советским парламентом белорусским о государственности белорусского языка. 10 лет и больше давалось на переход государственных органов. Ну, мне кажется, да, завершая уже эту программу, что это Минск и белорусская идентичность, это часть большого процесса деколонизации и эмансипации частей Российской империи. И то, что происходит сейчас у нас перед глазами и с войной в Украине, и с том, что происходит, не знаю, с режимом Лукашенко, это часть очень такого многостолетнего процесса. И мне очень хорошо, что мы поговорили очень далеко от XIII века, чтобы понять, что это действительно и Минска, и Белоруссия, это гигантская совершенно история. И, так скажем, советский эпизод, и эпизод Лукашенко, это далеко не последняя, и, так сказать, история страны, история города гораздо больше, гораздо длиннее. Ну что ж, остается только пожелать, чтобы произошла у нас на глазах постепенно и деколонизация Белоруссии, и десоветизация Минска, чтобы он снова стал европейской столицей, европейской страной. У нас в гостях был историк-писатель, журналист Сергей Обломейко. Меня зовут Сергей Медведев. Это подкаст «Код города». Оставайтесь с нами на Радио Свободу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...